Как символ скорби, горожане зажгли свечи, а ровно в 4 утра, как и в 1941-м, раздался голос Левитана. Колонны люди отправились в сторону вечного огня. В одном строю с краснодарцами прошли глава района, председатель законодательного собрания, вице-губернаторы. К мемориалу участники акции возложили цветы и венки, оставили зажженные свечи. А после минуты молчания начался траурный митинг. Такое же раннее июньское летнее утро. 76 лет назад. Только немирное, небезмятежное. Первые взрывы бомб, мальчишки-солдаты. Первые сотни, тысячи погибших. Они так хотели жить. Зажженная свеча памяти в ваших руках, как дань памяти тем, кто отстоял страну, отвоевал победу ценой собственной жизни. Кубань помнит, как по ней прошелся фашистский сапог. Сотни тысяч раненых, погибших, искалеченных войной наших земляков. Пока будет жива память о страшных сороковых, будем жить мы, как единый народ. Я благодарен каждому из вас, кто пришел в этот ранний час на эту площадь и зажег свечу. Как дань памяти тем, кто дал возможность нам жить, отдав за это свою жизнь. Каждый в своей семье помнит тех, кто воевал, защищал свою страну. Отрадно видеть, что рядом с дедами находятся внуки. Это говорит о том, что мы любим свою державу. Мы гордимся подвигом своих отцов, дедов и сделаем все для того, чтобы не повторились ужасы войны. Чтобы почтить память защитников Отечества, сегодня весь день люди приходили к вечному огню. А в 10 часов предприятия края прекратили работу, замер транспорт на дорогах. Городскую суету остановила всекубанская минута молчания. Продолжение следует...